На самом деле Петр Владимирович немножко скромничает, они не заросли. Давайте откровенно, если вы сейчас посмотрите, там везде стоят мафы. И эти каналы в свое время были засыпаны, потому что без киосков мафы, но что без разрешения архитекторов, половина сначала их ставила, потом и заканивала. Отцепали себе площадки, вы пройдитесь и обратите внимание. Когда их был маленький, там были именно каналы, называлось, куда выходила вода. Это был самый элементарный способ водопонижения. Сейчас этой воде уходить некуда. Касательно того, что это вот не делается, скажите, сколько лет этой проблемы? Скажете? Ну вы задали вопрос. Вы сколько там лет живете? Александр Владимирович, я же не горошек-то сейчас делал, я же не горошек-то сию минуту сделал. Надо как-то запланировать. А я вам говорю, что мы планируем, да. Я почему говорил, что мы по водоотведению работаем, да. Сделано на Замосте, сделано на улице Гакарина. Придем и на микрорайон немножко. Ну невозможно все сделать моментально. Если вы обратили внимание, мы сделали там в прошлом году теми силами, которыми могли, часть тротуаров. Откуда взялись деньги, которые сейчас на тротуары выделены, мы не успели, ну не успеваем их освоить, погода немножко подвела, все время хотелось, чтобы было лето. На самом деле это деньги, которые мы планировали пустить на ремонт и крыши. Насколько мы не вели работу с населением, сколько не объясняли, что в первую очередь для того, чтобы мы перешли к ремонту жилого сектора, необходимо создавать общество со владельцем многоквартирных домов, никто в городе этого понимать не хочет. У нас было зарезервировано на ремонт крови порядка 600 тысяч. На сегодня бюджетное законодательство. Ряд распоряжений и постановлений кабинета министров и других нормативных документов запрещают запрещают направлять деньги на ремонт жилого фонда, если он не имеет статуса общества со владельцем многоквартирных домов. Мы вели работу, единственное, где удалось это сделать, в Комсомольском, в Лимане, там были проведены ремонты крови, в Змеево это участь миновала. Хотя на самом деле Петр Владимирович проводил десятки встреч. У меня вот здесь записка есть по поводу от пенсионера, который в лагине МП. Есть в зале? Есть. Есть. По поводу того, что вы проживаете на девятом этаже, сколько с вашим домом проводили собрание? По поводу ОСБУГа? Ну, раза два-три. Раза два-три. Вы пошли на встречу, кто-то услышал, всем раздавали методички, всем объясняли, что это легко, вам гарантировали, что сделают кровлю. Более того, Горсовет предусматривал эти деньги в бюджете, а вы не хотите брать ответственность, никто из вас. Вот эти деньги сейчас пойдут на ремонт тротуара вместо крови. Мы не имеем права их по-другому туда инвестировать. И мы это объясняли, эту работу проводили. Два-три это проводил Петр Владимирович. Я приезжал, поселил в лужейке. И они говорили, да, а потом находилось достаточное количество интеллигентных, в кавычках, людей, которые всех разубеждали этой работой не заниматься. В результате мы без крыши. При том, что у нас были все возможности, на самом деле ОСБП должны создавать жители дома. Смысл этого ОСБП в чем? В первую очередь вы сами определяете приоритет проведения ремонта. Вы сами. Вы сами. Нет города ОСБП. Каждый дом... Литаль, я слушаю. Можно? Итак, как думаешь? Я знаю, что в Славутичу или так сейчас буду выдумывать? А что в городе? Да нет, ну, там есть просто управляющая компания. Но каждый отдельный дом, это отдельная ОСБП. Они просто наняли себе одного управителя. Этого никто не мешал сделать и в Змееве. Но дело в том, что первая инициатива, которая происходит, она происходит у жителей. 60% дома нужно сказать, мы хотим быть совладельцами. Мы хотим сами управлять своим зданием. И при этом государство пока, я вам так акцентирую, на слове пока, выделяя деньги таким домам, да, на ремонты, ну, любых систем. Вот у нас этих денег в этом году было 600 тысяч, да? В прошлом году сколько было, Петрович? Порядка 400 тысяч. Но Змеев какой-то отдельный, уникальный, ему ничего не надо. Поэтому еще раз говорю, ну, эти деньги не пропали, мы их инвестируем, инвестируем в тротуар. Но вы должны понимать, государство никогда не сможет справляться с проблемами жилищного фонда, и чем дальше, то этих проблем будет больше. Пока оно дает деньги, говорит, ребят, объединяйтесь, берите управителя, найдите вам на капитальное лимоно. Возьмите. Мы отказываемся. Лиман пошел на встречу, получил лимонтролию. С утеплением, по всем нормам. Прекрасно себя чувствует. В Змееве убедить, мы не в состоянии. Касательно тепла мы проверим. Я неоднократно говорил, услуги, которые вам предоставляются, они совершенно четко должны контролироваться. Вы имеете право, если у вас не соблюдается температурный режим, банально не платить за предоставленные услуги. Составляется, выходит представитель горсовета. И поверьте мне, мы от этого ничего не теряем. Вы платите не нам, вы платите производителям услуги. Поэтому совершенно спокойно мы будем актировать, если температурный режим не соблюдается. Медикам вопросы есть? Нет. В Касвете вопросы есть? Нет. Тогда давайте по-другому. У кого есть вопросы, поднимайте руки и задавайте. Пожалуйста. Спасибо. Павел Алексей Иванович, у меня такой вопрос, змеев сервис. Все жители коммунальных домов получают счета на оплату коммунальных услуг, которые состоят из четырех графов. На каком основании включается в счета графа квартплат? Дело в том, что мы проживаем в коммунальных домах, в приватизированных квартирах. Почему мы должны платить оплату за жилье, которое нам принадлежит? Не должны. Правильно. Почему этот графа включена? А я вам скажу, за что вы платите. Я знаю. Тогда расскажите. Мы платим за услугу по содержанию домов в прилегающей территории. Но так и должна звучать этот граф. Татьяна есть? Андрей Валерьевич, расскажите о списке обязательных услуг, о списке того, чего люди могут, чего не могут, что на самом деле с гневом сервисом предоставляется, сколько реально стоит и насколько мы датируем городского хозяйства. В частности, услуга по утренному будинку, как вы говорите, то, что называется, квартплата. В ней тоже, на самом деле, есть список обязательных услуг, от которых отказаться нельзя. Это уборка при домовой территории и обслуживание внутридомовых сетей. Это как раз те услуги, которые только и входят сейчас в состав квартирной платы. При этом из 25 тысяч, которые собирает город, 15 тысяч оплачивается за свет внутри домовой. То есть остается 10 тысяч, на которые нужно и убрать улицы, все равно это 10 дворников. Это и сантехник. Ну, слава богу, там эти услуги сейчас оказывают, допустим, водоканал за счет основной своей деятельности и в свободное там время и сотрудники обслуживания внутридомовой сети. Но прикидочный тариф отличается в несколько раз от того, что есть на самом деле. Это не значит, что есть там желание его быстренько там поднять, пересчитать, что-то еще сделать. Но почему мы говорим все время об ОСБП? Это возможность выбрать, во-первых, там взять, например, себе сантехник на место того, чтобы пользоваться тем тарифом, который посчитает водоканал. Точно так же можно взять там себе в ОСБП дворника, который будет убирать предновую территорию и, например, может быть, убирать еще подъезд. То есть мы подъезды не убираем. И так далее. То есть на самом деле вы действительно можете выбрать услуги самостоятельно, еще кроме вот обязательного списка, любые, какие вы считаете нужны. Это и ремонт, это и деньги какие-то на капитальные ремонты, на текущие ремонты. И сегодняшняя квартплата, она даже не обеспечивает оказание тех услуг, которые должны быть обязательно, не говоря уже о каких-то ремонтах. То есть все ремонты, которые происходят сейчас в домах, это и замена труб, лежаков и всего остального. Пропотихоньку это делается, но это делается за счет предприятия, поставщика услуг, а не за счет квартирной платы, как это должно быть по закону. Касательно мусора, на самом деле есть закон Украины, который так называется «про отходы». Здесь четко написано, что каждый гражданин Украины является производителем отходов. И каждый гражданин обязан утилизировать эти отходы. И норма, которая посчитана, она усредненная на всех людей. Конечно, может быть у кого-то их больше, у кого-то меньше, но законом предусмотрена средняя норма. И у нас взят она минимальная. То есть, в частности, например, в городе Харькове эта норма 2,2 куба на человека. У нас это норма 1,4. Меньше нельзя. Просто нельзя. Тариф точно так же утвержден, взят усредненный. Наверное, те, кто находятся ближе к полигону, теоретически могли бы платить, может, и меньше. Но это тоже законом не предусмотрено. Мы же не отличаемся друг от друга от того, что кто-то живет дальше от полигона, кто-то ближе. Но не может быть разным тарифом. Поэтому, да, конечно, он утвержден усредненным. И есть населенные пункты, если, допустим, в Змееве более-менее нормально еще оплата за мусор, она на уровне 70%. На самом деле это смешно. Нормально уже 70%. Но тем не менее, это около 70%. Хотя бы в Змееве мы имеем возможность ежедневно вывозить мусор, как это требует закон. А есть населенные пункты, где, к сожалению, мы не в состоянии обеспечить ежедневный вывоз мусора. Хотя по закону мы обязаны это делать. Но за счет того, что мобилизация составляет не более 30%, мы вынуждены ездить реже. От этого и недовольство, конечно, тоже жители. Тоже их можно понять. Но не может предприятие бесплатно оказывать услуги. Это из зарплаты, это из топлива и все на свете. Хотя, допустим, еще по услугам у вас мусора еще более-менее нормальная ситуация. Но тем не менее, мы постоянно дотируем эту всю отрасль. И раз в два месяца, наверное, деньги выделяются из бюджета на покрытие каких-то расходов, либо электронерки, либо заплатить коммунальные предприятия. Андрей Владимирович, сколько сейчас должны, допустим, изменил благоустройство населения. Больше миллиона гривен сейчас за должность населения перед коммунальным предприятием. Водоканал. Тоже около 850 тысяч. Это если вы помните, в прошлом году я запретил повышать тарифы на водоотведение. И при этом все равно мобилизация платежей не растет. Вы должны понимать одну вещь. Наше благосостояние, да, но что такое вода? Мы на 80% состоим из воды. Зависит в том числе и от благосостояния нашего водоканала. Мы его приняли с долгом в 2 миллиона гривен. Ни копейки долга не нарастили. При этом мы умудрились не повышать тарифы, проводили постоянную модернизацию. Но у нас в критическом состоянии находятся сети. И на одном из активов Тарапата приносил сюда вам экспонат. Трубы, которые можно пальцем пробивать. Когда вы не платите, у водоканала нет возможности заниматься реконструкцией сетей. Когда мы его датируем за тех, кто не платит, у района нет возможности инвестировать в реконструкцию сети и улучшению услуги. Поэтому любой, кто призывает не платить, кто озвучивает информацию, которая не является правдивой, о том, что нет договора, нет оплаты. Это неправда. И это подтверждено и нормативными документами, и на сегодня уже решениями судов. Это неправда. Вы еще должны понимать одну вещь. Но в водоканале работает сколько человек? Порядка 100. Порядка 130, если я не ошибаюсь. Вы сможете одному расписать? Последние сокращения, смешок новых скважин. За счет новых скважин, которые мы сейчас ввели в эксплуатацию, удалось сократить численность. С одной стороны, звучит хорошо, да, накладные расходы стали меньше. А с другой стороны, люди остались без работы. Правда? Мы их, конечно, куда-то переводим, пытаемся трудоустроить, но не все. Но вы должны понимать, если вы не платите, если вы не платите, люди могут остаться и без зарплаты. И когда опять некоторые политические силы, не буду их называть, устраивали демонстрацию, поверьте мне, ровно из ее сервиса сразу вышла половина сотрудников пособиралась, потому что это их зарплаты. И эти призывы, они ничего хорошего не ведут. Сидим торопады сзади, я вам вижу. Анатолий Иванович, скажите, ситуация тяжелая? Тяжелая. Вы без денег можете предоставлять услуги? Нет. Я лично каждый месяц звоню и договариваюсь за неотключение от электроэнергии скважины. Можно опустить руки, да, и начать заниматься образованием. Вот просто не вмешиваться в процесс. Но общей воды не будет. Отключат энергоснабжение скважины, останетесь без воды. Естественно, мы этого не допустим. Естественно, каждый раз мы находим какие-то причины. Но это наши же деньги, ваши же деньги, деньги нашей громады, которые мы постоянно бросаем на выравнивание ситуацию. Не развиваемся, а проедаем. А долги населения растут. И эти деньги, к сожалению, да, ну, не хотим судиться, где-то мирно общаемся, где-то претензионную работу ведем, да, напоминаем. Но это же не выход. Когда мы это делаем, вы это делаете. Вы в первую очередь думайте, что вы это делаете для себя. Это ваш водоканал, это ваши другое, ваши скважины и ваши люди, которые в полосуточном режиме не чинят. Андрей Валерьевич, по 25 тысячам. Нет, вы мне скажите, тарифы на утилизацию мусора по соседним, допустим, районам по городу Харькова. Нет, я сказал, что в Харькове, при том, что, во-первых, домо-накопление, место не так, как у нас, и 4-2, а 2-2, еще и тариф на самом деле выше. Хотя плотность контейнеров, размещения и плечо в среднем от контейнера до полигона ниже, при этом у них на одного человека 9,7-9,90. 9,90 на КУ. И на одного человека месяц, Харьков. Вот постоянно сравнивают тарифы с Харьковом и говорят, что в Харькове дешевле. Так и должно быть. И я объясню, почему. Вы представьте, плотность населения на один погонный метр трубы. подходит до метра трубы и сразу стоит 20-этажный дом, 14-этажный дом. Все жители, да, компенсируют эксплуатационные расходы по содержанию этой трубы. У нас, особенно частный сектор, на 30 метров трубы и 3 абонента, одно домовладнение, один лицевой счет. Поэтому у нас, естественно, наглодные расходы на содержание в разы выше. Можно маленький пример? Просто у нас стоит в системе инженер-правигации на всех автомобилях. Средняя скорость автомобиля Змеев-Благоустрии 7-7,5 км в час. Средняя скорость автомобиля в городе Харькове 54 км в час. Вот как бы вся разница. То есть большую часть времени наши автомобили проезжают от бака до бака, медленно, с большими затратами топлива и всего остального. Кроме того, Андрей Валерьевич, какие вопросы еще задавали? По квартлате я думаю... По квартлате. Расскажите, что входит сейчас в квартлату. Вы ответили? Да, я сказал, что в спинус-служу входит. Паркл. Где там 15-15 тысяч, это выдано на сессии. Поэтому СБВ это единственный выход. Во-первых, это управление собственными активами. Во-вторых, это с нашей стороны реальная помощь при передаче домов. Это единственное, что позволит вам на самом деле понимать, что происходит. Наша задача это вот все, что до рамки. Дальше действительно ваше. Вот вы говорите, мы приватизировали квартиры, дом наш, частный. Почему тогда вы приходите к нам за ремонтом крыши? Если это ваш частный дом. А чего вы тогда просите поменять у вас трубы? А почему тогда Тарапата занимается внутренними сетями? Объясните. Вы иногда занимаете очень удобную позицию. Если что, это мое, ничего платить не будут. А если у меня что-то случилось, будьте добры, пусть вся кавалерия приедет и начинает ремонт заниматься. Так давайте Кучкова за бюджетный день и дом построим. Он у него трое детей. Чем тогда это отличается по выемке? Он хоть программу президента по рождаемости выполнил. Он тоже молодец. На самом деле все очень просто. Дома действительно ваши. Если внимательно читать закон, то когда вы приватизировали свою квартиру, то вам принадлежит часть подъезда, часть подвала, часть крыши, часть придомовой территории. И вы можете подвалы свои отдавать в аренду. Вы можете распоряжаться, да, землю и ставить там киоски. Вы можете зарабатывать на этом денег. Но это вы можете делать, когда вы действительно стали у СБГ, у вас появился счет и вы распоряжаетесь эффективно своим майном. Многие дома в Харькове так и делают. Мы просто к этому не можем прийти. А когда рассказываем вам об этом, вот кто-то находится, кто начинает потом всех пугать, смущать и так далее. Давайте с вами вот просто секунду на это еще потратим. Это очень важный вопрос. Я просто хочу, чтобы вы на высоте об этом подумали. Сегодня, чтобы решить только проблемы крови, Украине нужно три годовых бюджета направить на этот ремонт. Вот все деньги, которые идут на медицину, на образование, на все отрасли, пустить на капитальный ремонт крови. Как вы думаете, это когда-нибудь будет возможно? Конечно, нет. Рано или поздно государство скажет, все, извините, мы не можем, справляйтесь со своими бедами сами. Это неизбежно, потому что по-другому не будет, если прогнозировать ситуацию. С каждым годом будет все тяжелее и тяжелее состояние в жилищно-коммунной сфере. Поэтому сейчас, когда есть возможность, да, и государство поддерживает переход на эту форму и дает при этом деньги, но этим надо пользоваться. Завтра будет, условно завтра, через пять лет, через десять, когда, ну, все посмотрят правде в глаза и скажут, что государство не в состоянии это содержать, будет принят, я вас уверяю, в закон о том, что все это ваше и вы сами с этим справляетесь. И что вы обязаны иметь дома управительное, иначе вам его дадут. Но это будет, но тогда это будет все бесплатно. А сейчас на это еще выделяются деньги. Пользуйтесь, пока есть такая возможность. Я правильно говорю, Андрей Владимирович? Комсомольский никуда не погиб. Все дома ОСПУ. Почти все. И властный дом, и... Как они там... Там, все это пополам, просто... Половина на коммунальнике, половина ОСПУ. Раз в месяц примерно дом 11-й, и поверьте мне, они от этого выигрывают. Ведь неприятно входить в темный подъезд, неприятно входить неубранный подъезд. Когда вы становитесь собственниками, вы за этим начинаете по-другому следить. Почему еще принципиальную позицию курсовет занимал по кровле? Мы в 10-м году сделали кровлю. В 11-м нам пришли заявления о том, что необходимо делать еще раз капитальный ремонт. Мы вылезли на крышу с Петром Владимировичем. Вот такие дырки от дюбелей, разбитые бутылки, шпильками пробит аквайзол и все остальное. Нет хозяина, и сразу нет собственности. Понимаете? Никто не защищает. Если бы вы вкладывали собственные деньги, поверьте, его такой бы замок был, и никто бы на этой крыше шампанское не пил, и антенчики бы не загоняли до пиля в покрытие. А так, это проблемы Пучкова. В 10-м сделала, в 11-м вы делали. Наверное, и в 12-м, если еще кто-то на ковре. Так больше не будет. Должно быть справедливо. Каждый должен отвечать за свой сегмент. Мы будем помогать. Но и должно быть движение с вашей стороны на встречах.